Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос с Алексеем. Именно так зовут автора текста, автора проблемы, которую я хотел бы рассмотреть. На днях я узнала, что мой молодой человек переписывался с моей коллегой по работе на очень интимные темы. Что-то вроде секса по телефону, но значит с тем учетом, что у нее уже есть молодой человек, который собственно увидел эти переписки и позвонил мне. Переписка длились всего несколько дней, он теперь молит о прощении, говорит, что никогда меня не изменилось, просто начать сначала, говорит, что это был просто вирту и не более, кто очень любит меня и не хочет меня терять. Клакал, умолял. Зашиваю вместе уже два года. Я далеко от своего родного города, вариант только в собрались уехать или дать ему шанс. За два года подобных случаев не было, у нас были очень доверительные отношения, я его люблю, но не знаю, что делать и простить хочу, но знаю, что потом буду себя корить. Еще на работе с коллегой приходится видеться. Дайте, пожалуйста, совет. Ну, в первую очередь нужно, наверное, сразу сделать такой вот небольшой акцент на том, что начать, как вы говорите, все сначала не получится. Потому что то, что произошло, произошло, то, что случилось, в смысле, то, что случилось, как бы, случилось, вот. И, как бы, это реальность, в которой, по большому счету вы сейчас живете. Как бы, да, это неприятная реальность. Но это реально. И начать все сначала, ну, на мой взгляд, это... Такая несколько, я бы сказал, инфантильная позиция, потому что начать все сначала и, там, ну, грубо говоря, ну, обнулить, да, вот если можно так вот выразиться. Начать все сначала и обнулить то, что было, вот, перед этим, ну, это, мне кажется, в какой-то степени наивностью. Потому что, ну, я надеюсь, что вы понимаете, что вот нельзя просто взять ее, закрыть глаза на то, что для вас неприятно. Тем более, тем более, что, ну, надо очень часто говорить, что это просто вирт, а для вас это непросто вирт. То есть здесь уже в какой-то степени происходит расхождение в ваших ценностях, в ваших, так скажем, нормах дозволенного. Да? Потому что, ну, молодой человек считает, что можно, там, заниматься виртом, вы считаете, что заниматься виртом, ну, нельзя. Вот, и, как бы, нормально это абсолютно, что, ну, что вы считаете, что нельзя, как бы, он считает, что можно. Можно. Это нормально. Но вам надо это как-то синхронизировать. Там еще по... В противном случае все, ну, в какой-то степени повторится вновь. Дальше, как бы, вы заведомо оказались в менее выгодном положении, чем ваш молодой человек, потому что вы живете далеко от города и своего города. Вот, и вам получается, вот, ну, единственный вариант, это уехать. Вот. Что, конечно же, для вас, ну, не может быть чем-то легким, да? Что, вот, конечно же, вам это тяжело и, соответственно, вы не хотели бы уезжать, а то нормально. Вот, естественно, соблазн, как бы, вот, простите, что человек, ну, поверьте, ему довольно высок соблазн это сделать. Это нормально тоже. Вот. Но, как бы, нужно убедиться и само для себя решить. Вы просто не хотите в своей жизни что-то менять, да? Боитесь, вам сложно, вам не хочется, ну, вот, потому что, ну, вы из своего города родного, как мне кажется, уехали, вот, не просто так. Как бы, да? То есть, вы из своего родного города уехали, ну, не случайно, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Вы уехали из своего города родного, ну, потому что, наверное, ну, были какие-то для этого, вот, ну, предпосылки, как бы, да? Ну, вот, и, соответственно, необходимо вам на это обратить свое внимание. Так же. То есть, насколько здесь вы, скажем так, поступаете из выбора. Из выбора, из имеющегося ресурса вашего, имеющего ресурса, имеющегося у вас ресурса, там, ну, вот, так скажем, молодого человека понятия, так? То есть, ну, что вы его понимаете, что вы его, ну, что вы знаете, замечаете, что в ваших отношениях, там, были какие-то, ну, проблемы все-таки, вот. То есть, опять же, здесь без признания того факта, что у вас были трудности, у вас были проблемы в отношениях. Наверное, наверное, нельзя. Вот. А вы говорите о прощении, вы говорите, что у нас, вот, как бы, ну, отношения-то были идеальные вообще. У нас идеальные отношения были, говорите вы. Просто вот сбой, вот просто сбой произошел, и все. Ну, ну, у любого сбой есть причины, вот, и в данном случае, эти причины тоже есть, и вам нужно признать, что они есть, вот. Что молодому человеку, на самом деле, чего-то не хватало, вот. А может, у него, изначально, все-таки, он же говорит, что, ну, это просто верт. Понимаете, как бы. Вот. Поэтому тут вот очень важный этот момент для себя понимать и осознавать, что вот такой момент, такой элемент присутствует. И, как бы, к прощению своему относиться чутко, серьезно. Вы не можете заставить себя простить. Это вот, ну, нельзя себя заставить простить. Вы можете либо простить, то есть, ну, прийти к прощению человека, либо можете не простить. Это ваше право, это ваше выбор. Это определенное переживание, когда вы понимаете, что вы простили. Вот. Но для этого нужна полная картина и, как ни странно, доверительные отношения. Доверительные отношения не вот так, как вы это, может быть, видите. Доверительные отношения, ну, скажем так, более доверительные, если можно так вот, если можно так выразить. Я понимаю, как это звучит, конечно, да, но вот такая здесь история. Вот такой момент, мне кажется, ну, достаточно важный, естественно. Вот. И немаловажный момент, на мой взгляд, является еще и то, немаловажный момент является то, вот как вы сами вообще, вот, ну, относитесь к тому, что произошло. То есть, считаете ли вы это изменой, не считаете ли вы это изменой, что это для вас, там, ну, значит, грубо говоря. Вот. И так далее. Потому что, ну, вот, если для вас это, э, травма, условно, то с ней нужно работать, как с травмой. Потому что вы думали, да, у вас доверительные отношения, вы и представить себе не могли, что там есть, вот, какие-то другие, так скажем, подводные течения, да. Вот, и это вас шокировало, вас травмировало. Вот. Поэтому, Алексейна, советов психолога давать не может, а вот разобрать с вами эти вопросы и помочь вам, и вашему молодому человеку, если он действительно, как бы, ну, понимаете, что произошло нечто ненавидимое на вороте. Помочь вам можно. И начал бы я как раз с семейной, то есть, ну, в данном случае, терапии для пап. То есть, чтобы вы и молодой человек вместе, тем более вы живете вместе, это должно быть не так сложно, вот, чтобы вы вместе обратились к психологу и поработали. Вот. Поработали над проблемами. Это было бы самым лучшим вариантом. Вообще обидно коллегу из нас, вот, но, как бы, не имеет смысла. Вот. Вам нужно признать, что, ну, вот, увидеть точнее, что ваши отношения оказались просто не совсем теми, какими вы их представляли, к сожалению. К сожалению, так бывает. Вот. И чем быстрее вы эту реальность примете, тем легче, как мне кажется, тем легче вам будет уже. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и успешного разрешения ваших ситуаций.